Хочешь, я тебя на тачке покатаю? Уи-и-и-и! Наверно так орёт девушка. Окей, Гугл, в Чернобыле. В Чернобыле заражённая гусеница превратилась не в бабочку, а в работниках Ашана, сюжет на РЕН-ТВ. Чё за нахрен? Хотя нет, сюжет на РЕН-ТВ, тогда всё в порядке. Девушка. Приходи ко мне. Я. Не могу, я кактус. Девушка. Но моих родителей нет дома. Я. Жду свой багаж, говорит пёсик. Итак, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике я покажу вам приколы и мемасы, которые присылаете мне в личку ВКонтакте. Рукожопый футболист, ну а, друзья мои, это не про нас. Подходите к нему на улице так сколько время, он вам раз так бровями показал стрелки. Интересно, а он может показать 12.00? Так как нужно брови скорчить? Или 6.00, чтоб было? Сидишь, ужинаешь с семьёй своей девушки, почти пустая бутылка кетчупа издаёт звук пердежа. Ты. И на тебя так серьёзно смотрят все, батя-девушки, матя-девушки, воистину неловкая ситуация будет. Смотри, сынок, это твоё будущее. Великолепно, говорит мальчик. Чернота. Когда ты видишь, как подростки вдвое младше тебя уже встречаются, а ты всё ещё одинок. Боже, почталён Печкин существует. Мужику бы нос подлиннее, вообще идеально было бы. Уверен, там ещё есть зарядка. Кто-то внизу пишет, и телефон сам смог выбраться из асфальта благодаря режиму вибро. Так, короче, Нокиа виноваты в том, что у нас с вами плохие дороги. Скрытность 100. Какая скрытность? О чём вы? Я никого не вижу. Он каждый раз меня так спасает, когда я захожу в дождь. Посмотрите, котик орёт. Может быть, он понимает, что как так? Это же вода. Ведь мне же, котику, плохо, когда меня моют. Наверное, и моему хозяину тоже плохо. Я должен спасти его. А может быть, мой хозяин мазохист, и он сам себя моет. Когда попросил остановить на следующий, и за тобой вышла вся маршрутка. Чувствуешься просто спасителем. Лидер маршрутки. Чувак, чувак, я самый настоящий бунтарь. В смысле? Чё ты сделал? Я только что пил Кока-Колу из стакана Пепси. О, да, ты прям вообще мятежник. Это называется «Прощай глаз». Нет, ну вы представляете, чё будет с её лицом? Этот абонент звонил вам 93 раза. Последний 15 апреля. Малыш, что случилось? Зачем так много звонил? Охренеть, 93 раза. Я же говорил тебе, что буду на экзамене и телефон отключу. Я помню, просто сегодня ровно 93 дня, как мы вместе. Обожаю тебя, говорит девушка. А что будет, когда вы будете тысячу дней вместе? Вы тоже не знали, что паркур – это дыхание куриц? Паркур? Ну, наверное, да. Спишь? Спишь, что ли? Или не спишь? Ау, ты уже спишь? Да сплю я, сплю, чё такое? А, ну ладно, спи тогда. Я проснулся уже, что ты хотела? Да ничего особенного, спи. Я тебе завтра нос сломаю. К моей новой квартире предлагалась бесплатная фанта. Или меринда. Или дюшес. А может быть это пиво? Я, конечно, понимаю, что мемас не об этом, но у парня нет сосков и пупка. Ха-ха. Есть четыре вида совершенства. Так, кто чё выбирает? Я бы выбрал пельмени и шаурму, но шаурму именно самодельную. Доширак сразу отсеял бы, из всего этого доширак – самая фигня. Кстати, я его ел буквально позавчера, куриный. Чё-то так мне захотелось, прям нахлобучило меня, аж ломка началась. Ты ему из пиджака семечки не вынула, что ли? Обратите внимание на портрет. Море для всех. Блин, вот это однозначно лайк. Надо такие штуки поставить везде. То есть инвалиды могут тоже купаться, это же круто. Короче, молодцы организаторы пляжей, которые замутили такую штуку. Когда решил напоить современную девушку. Слабак, говорит девушка. И сейчас ещё из горла запьёт. Водку водкой. Когда уронил телефон с пятого этажа, он знает, что всё будет в порядке, потому что он находится в режиме полёта. Гениально. Когда проснулся на самом интересном моменте сна. Блин, я ненавижу такое состояние. Потом пытаешься заснуть, и снова этот сон вернуться, но у тебя не получается, и ты уже начинаешь представлять этот сон. Как бы дальше всё развивалось, но это уже, блин, не то. Пришёл получать номера на машину. Ожидание. Реальность. Сру. 357. Ну ок. Тот самый косплей, люблю его. Когда 31 декабря кто-то говорит тебе, увидимся в следующем году. Меня тоже это бесит. Это такая заезженная шутка. Даже более заезженная, чем мои мемасы. Твои родители случайно не садовники? Ты хочешь спросить тогда, откуда у них такой цветок? Овощ. Стоило мне отвлечься, как кибергнида, выблевал всё съеденное и набросился на слабого товарища. Да, веник-то отпор дать не может. Наревел. Парень просто король дороги. Блин, прикольное совпадение. А может быть это кофта-хамелеон? Прикольно было бы иметь кофту-хамелеон, прикиньте. Прислоняешься и она подстраивается под окружающую среду. Мне кажется, такие шмотки бы, хамелеоны, были бы модны, если бы их делали бы. А что, ставьте лайк, если бы хотели себе кофту, которая работала бы как кожа хамелеона. Пора взрослеть. Ты можешь вести себя серьёзно, не страдать хернёй? Я. Во-во, я тоже так думаю. Взрослеть. Идите нахрен взрослеть, блин. Сами взрослейте. Там ничего хорошего нету. Прогноз погоды? Рассказывает скелет. Забавно. Расскажите мне про поляризацию света. Я не света, я Наташа. Каждый спасается от жары как может. А вот его там запереть и всё. Хана ему. А ещё мне интересно, посмотрите, в пакете наверху, чё это такое завёрнуто? Похоже на какие-то осиные ульи или ракушки. Очень стрёмная хрень. Ты голодная? Боже, да. Окей, круто, а тогда поешь до того, как я заеду за тобой. Как быстро летит время. Как изменились за эти годы. У тебя есть человек, который тебе нравится? Да. Круто. На какой вы стадии отношений? Живём на одной планете. Или живём в одной вселенной. Сынок, играй только во дворе, далеко не уходи. Только надо лестницу скинуть, наверное, в верёвочную, чтобы спуститься туда, в эту преисподнюю. Как-то не очень смешно. Да вообще не смешно. Кое-куда требуется человек. Очень, очень конкретное объявление. Когда ты думал, что у тебя на счету 300 рублей, а оказалось 387. И ты берёшь 100 долларов и прикуриваешь от них сигару, которая стоит ещё 100 долларов. Ну ладно. Тогда тебя зовут куда-нибудь сходить, а твоя ленивая задница 100% не собирается выходить из дома. Но ты всё равно задаёшь рандомные вопросы для прикрытия. Кто ещё идёт? А где это? Во сколько? Спрашиваешь всякую хрень, а потом такой, типа, ну я не знаю, нет, я не пойду. И зачем ты всё это спрашивал тогда? Как вы думаете, чем я зарабатываю себе на жизнь? Кто-то внизу пишет. Разгадываешь тайны вместе с собакой? О боже, это сложный прикол. Кто понял, в чём прикол, пишите в комментариях. Дам вам маленькую подсказочку. Этот чувак напоминает персонажа из... А вот не скажу откуда. Когда у твоего телефона 98%, но ты всё равно его подзаряжаешь. Это не телефон, это ребёнок. Ладно, шучу. Какие у тебя планы на июль и август? Я. Боже, этот кот просто восхитительный. Мне кажется, он надувной. Хотя и чувак тоже надувной. Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Руку под плечем наружу, левым кулаком со всей силы сложного сплетения, потом правым локтём в челюсть, дальше по ситуации. Зато после такого никто тебя бить не будет. Немного тупо, что США так очевидно украли идеи у Наруто. Да, пускай Наруто заявит авторские права и... Эту скалу нахрен снесут. Теперь точно не упадёт. Реально им нужно бегать с такой штукой. Криштианке Рональде тоже такую нужно выдать. Увидимся в аэропорту. Друзья мои, если вы сейчас смотрите это видео, и на календаре у вас 2030 год, и вы не понимаете в чём прикол. Знаете, Россия вышла в четверть финала на чемпионате мира по футболу. А эти все поехали домой. А ещё, если мы проиграем, то нам тоже как бы хорошо, потому что ехать никуда не надо. Вон на метро сел и всё. 2 плюс 2 умножить на 2. Доктор надавливает. Так больно, парень. Да, доктор. Перестаёт давить. А теперь, парень. Теперь нет, доктор. С вас 600 долларов. И прям салба ему в очки. Бах. Этому доктору. Завтра с одногруппниками планируем собраться. В одного большого одногруппника? Что? Ничего. В одного большого одногруппника. Господи, это круто. И прийти сдать один большой экзамен. А вот такой лайфхак можно будет попробовать как-нибудь. Как раз пока что я живу в деревне, по крайней мере ещё месяц буду жить, может быть я тут насобираю бутылок и сделаю лодку. Можно посчитать, сколько потребуется бутылок и сколько потребуется денег, чтобы купить напитки, вылить из них жидкость и склеить такую лодку. Напишите в комментариях. Примерную цену я почитаю. Ням-ням. Котику приятно, смотрите. Вас тоже бесят такие люди? Конечно, бесят. Друзья, никогда не садитесь в общественном транспорте и не разбрасывайте ноги. Как минимум это не культурно. Нет, ну мы же сами культурные люди, я моя. Очень важно иметь сбалансированное питание. Я. Из душерака можно сложить такую. Черви для рыбалки, элитные, бесстрашные, убивающие рыб одним взглядом, всегда свежие. Новое биологическое оружие. Пока мы живем в 2018-м, этот парень живет в 2000-м. И такой ходит думать, блин, зачем они так все делают? Я, пожалуй, тоже так сделаю своим телефоном. Наверное, это круто. Что бы это могло значить? США. Мию-миу. Италия. Мичо-мичо-мичо. Франция. Мину-мину-мину. Россия. Ты где, ковнюк пушистый? А как вы своего кота зовете, когда хотите его накормить? Че вы ему говорите? Типа, блохастый, сюда иди, или что-нибудь такое, может быть? Когда батя смотрит новости, и там сказали, что игрульки портят жизнь детям. Блин, у меня батя всю жизнь сам играл в игрульки. А тут котейка задолбался чинить тачку, и, видимо, решил передохнуть. Перекурить. Ну, я хороший. Мне нравятся плохие мальчики. Я ложусь спать на полчаса позже, чем верит мама. Пойдет? Ну, уже лучше. Когда мне хочется экстрима, я делю на калькуляторе на ноль. Я хочу тебя, детка. А как же выпить пепси из стакана колы или наоборот? Я хочу фотографию на свой день рождения. С днем рождения. Галышом. Ниже пояса. Ну вот, все правильно, ниже пояса. Мама, у тебя четыре двойки в триместре. Какая фрутелла? Та парень совсем обнаглел. Фрутеллу захотел. Иди параш исправляй. Этот абонент звонил вам 777 раз, последний вызов, бла-бла-бла-бла-бла-бла в такое-то время. И просил передать. Я тебя поломаю. Чё, телефон нормально не заряжаешь? У кого нельзя позвонить не вариант? Справка по услуге 0525. Чувак, я наконец-то потерял это. Теперь я официально стал мужчиной. Не может быть, чувак, ты наконец-то потерял девственность. Нет, ты чё? Какая мерзость. Я говорю про свой последний молочный зуб. Блин, чё только эти японцы не придумают. Нет, ну, хотя бы дырка для глаз была бы. Табаско плюс крылышки из KFC. Ронда плюс вода. Это интересно, что будет, если один чувак нажрётся табаско и крылышек из KFC, а второй ронда с водой. И вот они друг на друга дыхнут. Кто кого победит, подожгёт или заморозит. Касси, капец, звоните фиксикам, написано на кассе. Фиксики разрулят всё. Франция обыгрывает Аргентину со счётом 4-3 и Аргентина покидает чемпионат мира. Блин, опять чипсы рекламировать, говорит Месси. Нет, Месси, вот ты теперь будешь печь хот-доги. Или чё он там печёт? Ну, реально, чувак, смотрите, на Месси похож. Написано, Россия меняет людей. Купались уже в этом году? Ага, в море проблем, говорит Котейка. Слушай, я вчера очень пьяный был, да? Ненавижу пятницы, а ещё больше ненавижу корпоративы. О, наш алкаш-вегетарианец проснулся. Ты вчера пытался залезть на дерево с криком. Смотрите, какое огромное брокколи. Босс был в растерянности. Пристрели меня. Что ж, друзья мои, если это видео хотя бы немножко заставило вас улыбнуться, то ставьте лайк. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. Посмотрите мои другие ролики и подпишитесь на мой канал. Вот, видите, я вам листаю. Показываю свой канал. Это мой канал. Там есть другие ролики, что, собственно, логично. Я вообще сегодня мистер логика, потому что я логичный. Да. В общем, подписывайтесь, чтобы быть подписанными. Блин, остановите меня. Ладно, короче, спасибо за просмотр. Всё. Всем до встречи в следующих роликах. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Пока.